здравствуйте друзья расскажу вам сегодня историю дона педро не того что вы думаете что вы его знаете или историю знаете ли там читали а у нас тут свой есть в городе маунтин вью он жил жил потому что уже нет его больше на свете но был это мужчина лет сорока пяти когда мы с ним познакомились он приходил в школу жил он там прямо вот где-то в переулочке возле школы это были немножко другом месте чем сейчас и вокруг школы были жилые дома и вот он в одном из них квартирку снимал и приходил брал наших приезжих студентов они у него там значит проживали то есть как бы помогали ему можно сказать платить компрент и всем было удобно он такой добряк был немножко такой с пузиком невысокого роста чернявый такой невероятно добрый мужик и работал он на двух работах то есть он никогда в жизни не работал на одной он работал всегда на двух причем такое ощущение что чуть ли не фултайм на на обеих то есть он работал в сутки там вот например 16 часов ну и где-то там спал немножко и ребята говорили что они его практически не видели как он там живет в этой квартире от он работал и в какой-то момент там приезжал студент и я думаю вот моего к дону педро поселим а дон педро значит говорит счастливый такой он пришел он даже не по телефону он пришел но как свои ребята он пришел и говорит ребята говорит женюсь мы говорим да а так вроде уже мужик но он холостой был до этого мы говорим а невеста там где чего он год 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 из мексики привез себе девочку 28 лет это красивая год готовит потрясающе но но вообще там все такое ну и собственно и все а время идет мы о нем уже так в общем в практическом плане позабылись мы понимаем что там не берет больше ребят там для проживания и проходит еще какое-то время и я пересекся с женщиной мексиканской которая руководила ну менеджер того апартмент комплекса где он жил потому что там еще наши ребята просто снимали квартиры в этом же доме и иногда там мы с ней есть формальная такая процедура когда люди селятся и там менеджер наводит справки что за люди вот допустим работают они у тебя или там они у тебя учатся то есть надо как-то подтвердить что они делом занят ну и вот в какой-то раз мы с ней беседуем и она говорит а ты помнишь дон педро то я как а как же дона педро не помнить да вот а у меня еще затем самого вот это слово сочетание дон педро она ассоциируется с кинофильмом здрасте я ваша тетя если кто смотрел вот и там тоже так дон педро из бразилии где много диких обезьян вот это сочетание такое ну и конечно дом педро помним чудом она говорит вот нету больше дон педро повесился гури как повесился а чего ему вешаться а вот это так он все продолжал работать там в две смены вот а женка его загуляла и отвалила вот так что и он вот на этой почве повесился очень добрый такой вот был человек и легко ранимый можно сказать получается так и вот такая вот можно можно было сказать американская трагедия но вот с таким немножко может быть мексиканским налетом по этой истории вот такой случай счастливо